Впервые в деревне Клопиха наша программа побывала осенью 2008 года. Пригласил нас сюда местный дачник Вячеслав Васильевич Кузнецов. Впрочем, к тому времени он считал себя уже не дачником, а чуть ли не коренным клопихинцем. Хотя и жил, да и сегодня продолжает жить в Нижнем Новгороде. Но болела у него душа за эту деревню. Не хотелось ему, чтобы она умерла. А предпосылки к тому были. Воды в деревне не было, дороги не чистили. Даже за хлебом приходилось ходить на трассу. В деревню машины не заезжали. Одно время мост через речку был провален. Кстати, Кузнецов и проект нового моста составил и принимал активное участие в его строительстве. Даже систему шлюзов под мостом сконструировал и воплотил его в жизнь, чтобы уровень в речке и в районе деревни немного поднять. Но мост мостом, а зимой сюда машины все равно не заезжали. Дорогу так заносило, что пешком с трудом пробирались. Дорога, не воды и хлебушек. Вот сходи, старый, я 80 годов, навалить снегу по самой развелажке. Сходи километр за буханочкой. Повторю, это был 2008 год. И вот вновь Вячеслав Кузнецов приглашает нас к себе в Клопиху. Сам этот факт уже говорил о том, что деревня жива, не умерла. А Вячеслав Васильевич еще и интриги добавил. Приезжайте, говорит, у нас кое-что новенькое появилось. И мы поехали. Но для начала завернули в местную сельскую администрацию, чтобы поинтересоваться, как там Клопиха под присмотром Вячеслава Васильевича живет. Этот человек очень такой энергичный. Он не сидит на месте, он нас подстегивает, он нам дает фору. То есть он все дышит такими вот моментами, которые нас как бы взбадривают. Он и мостик у нас построил через речку Линда. Ну и не только он, конечно, там причастный другие, предприниматель. Ну и инициатива. Горьковщин, да, он проявляет инициативу. То есть церквушку там построил, тоже с народом тут с это дело все как бы обмозговал. Сделал, да, церквушка, он воплотил в жизнь свою идею. Сейчас в Клопихе и дорогу чистят, и мост в надлежащем состоянии содержат. У местной администрации появилось больше возможностей. Но автоматически и обязанностей на них сегодня больше возложено. Вот в зимний период времени, естественно, это дороги, которые мы обязаны содержать в порядке. То есть это и подход к магазинам, к школе. Естественно, дороги должны должны быть расчистлены. Уличное освещение должно быть работать, там где не горит лампочка, естественно, не дают об этом знать. Газ у нас привозной, то есть газобаллонный, там и газ, в принципе, тоже идут к нам же. Надо ключики ремонтировать, то есть... Ключики, да, родники, да. То есть мы благоустраиваем их. Переходы где-то такие вот моменты определенно есть. То есть где-то через речки, там низинки, то есть подлатать, подремонтировать вот эти переходы. То же самое занимаются. Да с любым мелочим идут, то есть мы реагируем на эти вещи. Но давайте вновь отправимся в Колопиху по уже чищенной дороге. На въезде нас встретила новенькая часовня. Шесть лет назад ее здесь еще не было. Был только проект, макет в доме у Вячеслава Васильевича, который он нам тогда показывал. Это часовня построена на средстве дачника Андрея Завязкина. В летний период очень интересно и довольно много народа, как чисто местных жителей, детей, как дачников. Летом по выходным в этой часовне проходят молебны. А поскольку летом деревня оживает, тут практически в каждом доме дачники, то и на молебен приходит достаточно много народу. А вот зимой Вячеслав Васильевич здесь единственный посетитель. Иногда заведенный, как никогда. Придешь, свечку поставишь, и как будто у меня, как улья Муромца, появляется энергия. А энергии Вячеславу Васильевичу надо немало. Ведь часовня – это лишь один небольшой шаг в реализации большой мечты Вячеслава Кузнецова, которая связана именно с Клопихой, да и вообще с русской деревней. Но об этом чуть позже. А сейчас вернемся вновь на центральную усадьбу местной администрации, в село Пафнутово, и навестим местную школу. Здесь развернута панорамная экспозиция, посвященная Сергию Радонежскому. Это тоже один из реализованных проектов Вячеслава Кузнецова, о котором он рассказывал нам еще в 2008 году. Я очень рад, что идея, озвученная в вашей передаче «Земля и леди», воплотилась сейчас. А что вы о нем знаете, ребята? Знаете вы о нем что-то? Я не помню ничего. Сегодня у Вячеслава Васильевича пять подобных передвижных панорам, которые легко монтируются в любом помещении. В первую очередь он их старается показывать в учебных заведениях. Учителя даже используют их как наглядные пособия по урокам истории. Монтирулись на стоечках, и впечатление было очень хорошее. Порядка 30-40 школ города-области посмотрели эти панорамы. А ведь действительно, идеи-то хорошие. Показать и рассказать с помощью таких вот панорам о каких-то неизвестных фактах из жизни знаменитых людей или событий. Вот, например, панорама, посвященная Сергею Радонежскому. Ну, что большинство из нас о нем знают? Скорее всего, то, что он основал троицы Сергееву Лавру. Может быть, еще то, что он благословил Дмитрия Донского на Куликовскую битву. А ведь он в свое время был еще и политиком. Он еще и был, и как оказывал влияние на политическое устройство в то время. Потому что он по благословению митрополита Московского Алексея мирил князей в то время. То есть князья часто ссорились, вот, и была междоусобица. Миротворец, наговоря нынешней. То есть он поручал именно преподобному Сергию мирить князей. То есть он мирил князей. Успешно? И он оказывал, действительно, он очень успешно, вот, это действие оказывал именно на политическое. И также именно преподобный Сергий Радонежский выделил двух своих монахов, вот, перед Святой Ослябовым, на участие в этой битве, Куликовской битве. Вот. И они до того, как приняли монашизм, были воинами. То есть у них, он не просто так их выделил, у них были навыки воинской, навыки участия в битве. Вот. И вот они участвовали в сражении, они оба погибли. Обо всем этом и рассказывают панорамные экспозиции Вячеслава Кузнецова. Не случайно эту идею поддержала Нижегородская епархия. Нижегородская епархия идею подхватила, подала работу на грант. И кроме вот тем, заявленных тем, Александр Невский, Минин, Пожарский, Бородинский, Севастопольский, Сталинград, панорамы, сделаны другие панорамы по православной тематике. Новая версия Александра Невского, новая версия Минина, Пожарского, Сергей Радонежский, который вот фрагмент здесь вывешен. Передбежные панорамные галереи – это еще один шаг к великой мечте Вячеслава Васильевича. Третий шаг он сейчас пытается реализовать – создать в деревне Колопиха музей. Только не такой, каким мы все привыкли. По идее, Кузнецовым музеем должна быть сама деревня. Каждый дом, каждое строение, каждый местный житель. То есть деревня как музейный комплекс, эдакий живой-жилой музей. История каждого дома, проживающего в том или ином доме, кто чего сделал, где чего стояло. Вот, скажем, была на речке рядом с деревней водяная мельница. Ее нужно восстановить, говорит Кузнецов, чтобы нынешняя молодежь знала о том, как здесь люди раньше жили, чем занимались. Кстати, в былые времена Колопиха славилась еще и бондарями. А женщины тут массово производили щетки из мочала. Эти промыслы тоже нужно восстановить и сделать это частью музейной экспозиции, считает Вячеслав Кузнецов. Каждое деревне, независимо от численности, это должно быть абсолютное, как бы, единое объединение по многим-многим составляющим. То, что раньше называлось общиной? Да, это должна быть община. Вот, теперь мы и подошли к самой главной идее Вячеслава Кузнецова. Рассматривать деревню как реабилитационный центр для городских жителей. То есть деревня, по мнению Кузнецова, должна восстанавливать духовность горожан. А под реабилитационным центром и реабилитацией понимается широкое смысл, что на сегодня наше общество, особенно Россия в целом, многие именно имеют недуги, которые можно, как бы, излечивать. И у нас эти ресурсы есть, как ни в одной стране мира. Деревня на сегодня является практически единственным местом, где может человек, рядовой человек или руководитель высшей звеновой управления, задуматься о своем месте жизни, отношении к ближнему. Если уж говорить совсем по-простому, то идея Кузнецова сводится к тому, что в деревне жизнь должна кипеть круглый год, а не только летом. Часть людей могут здесь жить постоянно и в город ездить только на работу. А часть горожан приезжают в деревню на выходные, на реабилитацию. Как и полагается, Вячеслав Васильевич начал с себя. Лично я уже почти каждую неделю здесь появляюсь. Стараюсь мучонка выхватить с учебы. В концепцию Кузнецова как нельзя лучше вписываются нынешние жители Колопихи. Вот Евгений Аляпин. Шестой год живет в Колопихе. Каждый день ездит в Нижний на работу. Было поле, когда-то поставил сам чип под дачу. А потом уже постоянно. У меня все удобства. Печное топление единственное. А так вода горячая, холодная в доме. Стоит станция насосная на скважине. Стоит боль, обычно, для горячей воды. Все. Вода холодная, горячая, туалет. Здесь многие люди выезжают, и богатые люди, и средним достатком. Ездят с работы также. Это у нас сейчас 70 километров, там 78 от города. Это уже не расстояние. Другой местный житель, Николай Цыпленков, из Колопихи уже несколько десятков лет никуда не выезжает. Средства к существованию зарабатывает здесь же. Я работаю только кому-то помогаю. По бабкам, дрова калю, укладываю. Все на кашу. А еще собирает грибы, ягоды и продает их тем же дачникам. Говорит, на жизнь хватает. Подобный образ жизни тоже полностью вписывается в концепцию Кузнецова. Ведь тем горожанам, которые будут приезжать в деревню на реабилитацию только по выходным дням, нужно в эти два-три дня создать условия. Это как раз и есть работа для коренных жителей. Печь в доме к приезду горожан натопить, в баню воды натаскать, снег расчистить. Да мало ли дел в деревне по хозяйству. Труд этот, конечно же, должен быть оплачен. В результате всем хорошо. И местным жителям, и приехавшим сюда горожанам. А деревня должна сейчас жить круглогодично. Для этого, ну, чуть-чуть надо, как бы, мозгами покрутить и принять меры. Но чем это отличается от того, что есть сейчас, спросит кто-то. Ведь и сейчас дачники приезжают на выходные и зачастую также платят местным жителям за услуги. Но это только часть идеи деревенской реабилитации, говорит Вячеслав Васильевич. В полной мере городской житель восстановится только тогда, когда не замкнется в себе, в своем доме. А будет принимать активное участие в жизни деревни. То есть вместе, деревенской общиной, что-то делать, восстанавливать, играть в спортивные игры. Или просто развлекаться, отдыхать. Или вместе ходить на молебен в ту же часовню. Я на той неделе наблюдал картину, бабушка с внучкой катается на санках. Я думал, ну, прокатилась бабушка один разок. Нет, бабушка катится уже 20-30 раз. Это уму непостижимо, что она становится ребенком. Бабушка проходит реабилитацию. Бабушка приходит реабилитацию. Его многие не понимают. Не понимают деревенские жители, не понимают горожане. Хотя многие уже живут по его идеям. Пусть и не полностью, а пока частично. Его зачастую не понимает и власть. Хотя периодически какую-то помощь оказывает. Скорее уж из уважения к его настойчивости и целеустремленности. А он не унывает. Говорит, пусть пока не понимают. Но все равно рано или поздно осознают, что спасение России именно в деревне. А пока будем понемногу к этому готовиться. Вот мост капитальный уже в деревне есть. Дорогу регулярно чистят. Часовня стоит. Передвижные панорамные экспозиции из деревни в деревню переезжают. Может быть, скоро и музей в Клопихе появится. А там и до реабилитации горожан дело дойдет.